Здравствуйте! С вами Самит Алиев. Согласно оперативным данным, поступившим в распоряжение Калиберас, в последние дни на территориях Карабахского региона Азербайджана, находящихся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, наблюдаются попытки провоза контрабанды посредством автомобилей РМК и Международного Красного Креста. Информация редакции также подтверждается источниками из армянской общины Карабаха. Так, 29 января адвокат Роман Еритян сообщил, что российские миротворцы взяли с карабахских предпринимателей значительную сумму денег за перевозку товаров на сумму 35 миллионов драмов, это около 90 тысяч долларов. К тому же они похитили часть груза миротворца. Затем высокопоставленные лица миротворческого контингента стали вымогать с предпринимателей крупные суммы денег. 3 миллиона драмов, это больше 7,5 тысяч долларов, взамен на решение проблемы. Однако, получив отказ, сообщили, что якобы часть имущества уничтожена, а другая пришла в негодность. Это цитата, фраза Романа Еритяна. С армянских бизнесменов, пытающихся доставить товары в Карабах, за перевозку груза на одном автомобиле берут до 1000 долларов. Сумма варьируется в зависимости от цены и количества груза, сообщают армянские средства массовой информации. Ну что тут будешь делать? Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги? Можно. Но деньги вперед! В общем-то, я как всегда ничему не удивляюсь. Судьба у вас, соседушки такая, за все платить и постоянно расплачиваться. Ну, РМК и МККК, эдакий синдикат аббревиатур. Однако, есть ли действия российского миротворческого контингента, как структура, хотим мы того или нет, представляющие российские державные интересы, удивление не вызывает? Ну, например, чего стоит одна медицинская эвакуация Габриэлянца, бывшего министра геологии СССР? Его эвакуировали из Ханкенди. Калибер писал о том, как бывший министр с черным чемоданчиком покинул Ханкенди на вертолете. А что было в черном чемоданчике? Ну, объяснять, думаю, не надо. Бедные на вертолетах не катаются. А богатые катаются на вертолетах только в двух случаях. Если это их собственный вертолет или если они делятся деньгами с хозяевами вертолета. Вертолет, на котором Габриэлянц покинул Ханкенди был вертолетом РМК. Что в чемоданчике было? Не задавайте глупых вопросов. Ну, что вы, как дети малые? Непрозрачная деятельность Международного Красного Креста становится откровением. Впрочем, давайте забудем о наивности. Красный Крест и раньше в отношении Азербайджана не придерживался высоких гуманитарных стандартов, заявленных в своем уставе. За 30 лет функционирования на территории Азербайджана Красный Крест дискредитировал себя преступно небрежным отношением к нашим военнопленным во время Первой Карабахской войны, а также ангажированный и чуть ли не враждебной деятельностью во время 44-дневной войны. Мы запомнили. Мы все запомнили, даже не сомневайтесь. А кому интересно, тот может почитать о скандалах, связанных с деятельностью Красного Креста в интернете. Лично я рекомендую историю о пропаже 5 миллионов долларов, которые были собраны на борьбу с вирусом Эбола в Западной Африке. О, сколько нам открытий чудных! Анри Дюнан, наверное, в гробу переворачивается. Стыд какой! Ай-яй-яй! И вот сейчас контрабанда. Так имеются сведения, что за денежные вознаграждения автомобили Красного Креста пытались незаконно провести людей и контрабандные товары. Здесь не лишний напомнить, что сегодня Красный Крест даже не желает слышать о доставке гуманитарных грузов в зону временной ответственности РМК в Карабахе через Тер-Тер или Борду, настаивая на том, чтобы все шло исключительно с территории Армении. Теперь становится ясно, что кроме политической установки высшего менеджмента, тут играют роль и шкурные интересы простых красных крестоносцев. Вроде бы солидная, я бы даже сказал уважаемая организация. Аж с целого 1863 года человеколюбием занимается. А вот сейчас такой конфуз. Ну что же такое получается, а? А получается вот что. Старичок-то типичная сволочь. В любом случае, решение проблемы не терпит отлагательств. Азербайджан проявил достаточно терпения, прочертил красную линию на вполне почтительном расстоянии, но, однако, кажется, это не было оценено по достоинству. Теперь будут логичным и справедливым. Самое время Азербайджану ставить на Лачинской дороге КПП, которые будут включать в себя таможенный контроль. Обязательно. Эта мера законная и навсегда отобьет как геополитические, так и гастрономические аппетиты всей иерархии иностранных структур. Ну, те, кто пытаются превратить армянонаселенную часть Карабаха в серую зону неподконтрольную Баку. Никогда этого не будет. Установление КПП на границе права суверенного государства. Контролировать перемещение людей и грузов на своей территории будем мы. Эта мера законная и она навсегда отобьет как геополитические, так и гастрономические аппетиты всей иерархии иностранных структур, которые пытаются превратить армянонаселенную часть Карабаха в серую зону неподконтрольную Баку. Этого не будет никогда. Установление КПП на границе – это наше право. Контролировать перемещение людей и грузов на своей территории – это наше право. И возникает вопрос, если сегодня вы за долю малую перевозите вещи карабахских армян, где гарантия, что завтра за твердую валюту вы не станете тащить на нашу землю более опасные грузы? Ответ очевиден. Такую гарантию можем дать только мы. И защищать свою безопасность нам приходится от структур, которые по определению обязаны сотрудничать с нашей страной в гуманитарных вопросах. Но это ничего. Если в других местах вас не научили вести себя хорошо, мы научим. Благо, опыта нам не занимать. Так что соответствующие органы Азербайджана должны кое о чем подумать. Например, о пересмотре отношений с Красным Крестом. Наша земля – наши правила. И это еще не все, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Глава российского МИД-входителя интервью Дмитрию Киселеву вновь высказался на тему Карабаха и ситуации на условной армяно-азербайджанской границе. Впервые представитель высшего руководства России использовал термин «оккупация» в отношении семи районов вокруг того, что раньше называлось Нагорным Карабахом. Мы не дети и все прекрасно понимаем. Лавров не за Азербайджан, но он и не за Армению. Он за миссию ОДКБ на условной границе между нами и Арменией. Вот это будет точнее. Но обратите внимание на его тон. Это не команда к ноге. Это что-то вроде «Запад никогда не даст Армении того, что давала ей Россия». И если Армения хочет уйти на Запад, Россия обменяет Армению на уступки где-нибудь в другом месте. Соседи, вас снова сливают. И пока вы думали, как бы половче кинуть Россию, она сама готова вас продать. Ну, или передать право на пользование вами своим дорогим западным партнерам. Вот прям как в том фильме. «Дрожи передо мной! Отчетливей! Любишь меня! Ква-ква-ква, к родную маму! Ква-ква-ква, к родную папу!» Для тебя, солдат, ничего не пожалею. Забирай его. Кого? Его. Зачем? В хозяйстве пригодится. Из простых лягушек выслужился. Для чего разумен? Умненький. Разумненький. Серж Сарксян не раз утверждал, Россия никогда не предлагала Армении вернуть хоть что-то из оккупированных ею азербайджанских земель. Но Лавров высказался и на эту тему. Россия предлагала. Вы, соседушки, совсем заврались. Самим хоть не надоело выкручиваться, а вас все кидают, пользуются так, как им, пользователям, заблагорассудится. И нет злее порока, вот только чем ложь, ибо за ней приходит кража, а за кражей веревка на шею. И больше нам не грубите. Плохая примета. Байрактар прилетит. Продолжение следует... Продолжение следует...